В воскресенье 15 марта все работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечали свой профессиональный праздник. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в этих сферах. Они неутомимо работают, чтобы в домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, чтобы жизнь горожан была комфортной. В последний рабочий день минувшей недели лучших работников честовали в городской администрации. Самая сложная работа – это менять настроение наших жителей. И по независимым оценкам настроение жителей города Ирбита в последние годы улучшается. Спасибо вам за это большое. Поздравляю с праздником, счастья, здоровья и удачи. В канун праздника 23 сотрудника сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения получили грамоты и благодарственные письма от управляющего Восточным округом, администрации Ирбита и Городской думы. Больше всего грамоты благодарственных писем в этом году вновь собрали сотрудники муниципального предприятия «Рембыттехника». Более того, парикмахер этого предприятия Надежда Коростелёва получила и министерскую награду. Вот в этот раз я по веснаю в Светловск награждали министерской грамотой. И когда с муниципалитета, с города Ирбита вышла она одна-единственная из нашего города, это знаете, я себя ощущала, вот знаете, ну как будто они у меня такие родные, такие хорошие. И такая годность за город, что мы вышли на сцену, она у меня вышла, и её поздравляли. Это знаете, как было приятно. «Рембыттехника» или «бытовка», как её называли ещё в советские времена, была практически в каждом населённом пункте. Сегодня муниципальное предприятие бытового обслуживания населения в Ирбите. Единственное, сохранившееся на весь Восточный округ. И оно пользуется большим спросом. Кроме парикмахерской, есть швейный цех трикотажных изделий и мастерские, где ремонтируют всё – от часов до стиральных швейных машин и холодильников. «Мы на свою работу даём гарантию. Мы отвечаем, если мы взяли стиральную машинку в ремонт, мы даём гарантию. И мы знаем, что если у меня мастер её сделал, то лет пять клиент может забыть, что она будет работать. Так же и холодильник. Частники, они не имеют права давать даже вот эти акты на списание оборудования. Мы единственное, которое мы даём заключение, что подлежит ремонту или не подлежит ремонту. У нас, значит, лицевой счёт есть в банке. Мы работаем не только за наличку, мы работаем перечисления. Мы даём полностью пакет документов, потому что очень много же через казначейство идёт документации. Оно всё законно, всё через торги работаем». Бытовки в Вербите ровно полвека. Здесь трудится 12 человек. Причём стаж некоторых работников перевалил за 40. С 1981 года тут работает Владимир Придеин – часовых дел мастер. Практически с закрытыми глазами может починить любые часы. Иван Чугайнов начал свой трудовой путь в рембуттехнике в августе 78-го и до сих пор верен любимому делу. Ведь работа – это нужная и интересная. Каждый день новая задача. Правда, раньше техника была проще и надёжнее. Сегодня приборы ломаются чаще. И чинить их сложнее. Много электроники. Но настоящему профессионалу всё под силу. «Урок на вид простой, пылесос, на самом деле. Там плата электронная. Всё приходится делать. Сам не могу. Товарищи помогают. Раньше, да, были курсы. Нас каждый год в Свердловску звали. Был февраль месяц как обучающий. «А сейчас управление будет?» «А сейчас интернет. Через его копаешься, ищешь там всё. Всё. А остальное всё доходишь с умом». В Римбеттехнику за помощью приходят разные люди. От пенсионеров до бизнесменов. Кому-то сломанная вещь дорога, как память. Кто-то просто умеет экономить. Ну а здесь умеют решать сложные задачи. И самая дорогая награда – благодарность клиентов.